Всем доброе утро. У нас еще тут вертолеты летают. Такое ощущение, может обучение какое или что. Прям над морем там. И тут парочку летало. Ой, а море-то спокойное. Так что, может, сегодня на море поеду. Смотрите, вот он что-то там. Ой, а что вам ничего не видно? Вон там он что-то прямо застрял и все. И не летит никуда. Странно. А вот там еще вдалеке летит. Что они тут летают? Может, опять этих вылавливают? Там все плывут и плывут из Африки, из Марокко. Беженцы. Может, сюда доплыли или доплыли? В общем, пошла я на работу. Потому что стоять, конечно, смотреть интересно. Но работать надо. Я уже дома. И так как готовить не надо ничего кушать. И дует такой хорошенький ветерок. Я сейчас быстренько пропылесошу, протру полы и вытру пыль. А то еще вот как-то все летает. Летает. А знаете, что летает? Перья отчучи. Вообще кругом. Снег кружится. Да, Чучи? Ты меня облезаешь? В общем, да. Быстренько сейчас так трюк-трюк-трюк. И все. Будет готово. Чучи, привет. Пип. Чучи, пип. Пип. Не пикает. Состояние у меня какое-то не стояние. Может быть, с погодой связано. Видите, у нас как-то пасмурно. Вот. Без преснений. И вот хожу. Температуру уже пять раз померила. Нет температур. Но оно и к счастью. И полежала. И посидела. Вентилятор себе направила. Пойду кофе тяпну. Я вчера свои орхидеи поливала. Ну, как поливала. Я их в воду опускаю. И смотрите, цветочек поранило. Блин. А он так треснул. Я даже вообще не поняла, как это произошло. Взял и треснул. Сам прям. Я его не дотронулась. А он уже взял и треснул. Розрос. Себе никому не мешал. Смотрите, как. Ну, я думаю, что ничего страшного, да? Будет у меня как это. Вот есть же язык у многих. Такие модницы. Или модники. Которые язык делают такой змеиный. И вот так потом им шевелят. Прям мне так противно. А как они едят? Интересно. Не знаю. Так и мой цветочек будет. Вот. Сейчас выпопью кофе. Может быть, немного пробудюсь. Пробудюсь, пробужусь. Что я там сделаю? А, я же холодно буду пить. В своем чудо-стаканчике. И мне нужно идти. Я же лак не купила в понедельник. А лак закончился. Нет, у меня есть там другие лаки. Но вот, которые мне нравятся, он закончился. И за ним нужно по-любому идти. И нужно купить воск тоже. Ну, я так думаю, что часов в семь пойду. Когда немного жара спадет. Хотя сегодня пасмурно, но все равно духотище. В общем, лето. Ах, лето. Кстати, вот что осталось от чумбы. Плоды кактуса. Помните, здесь был красный. Муж такой говорит. А ты что, красный съела? Я говорю, ну да. А чум? Он говорит, нельзя красный есть. Я говорю, в смысле? Его нужно последним есть. Я говорю, а почему? Он говорит, традиция такая. Я говорю, ну все. Трындец. Я нарушила традиции. Ой, смехы древние. Я говорю, ничего теперь будет. Он говорит, ничего. Я говорю, ну вот. Нарушитель я. Закона. Точнее, традиции. Я когда купила телефон. Это уже месяц почти прошел. Представляете? Мне в подарок подарили месяц страховки. Вот. Ну, как бы месяц страховки. Я, знаете, согласилась. Но потом, когда он все это мне сделал. И говорит. Через месяц ты позвони вот там по номеру и откажись от страховки. Иначе тебя будут, типа, со счета снимут деньги. Я такая подумала, блин. Говорю, если бы, ну, месяц страховки и все. И ладно. А ты еще звоните. Говорить, что не надо. А вы знаете, какие страховки, да? Они. Начинаешь им звонить. Вот. И они тебя начинают уговаривать. И вот сейчас у меня это произошло. Вот. Что с меня деньги не страхи. Я очень бережлива с телефонами. Тьфу-тфу. У меня, вот говорю, всегда телефоны переходят от меня к мужу. Как новенькие. Вот. И вот сейчас позвонила. Значит, во-первых, я ждала минут 10, наверное, пока меня соединят. Потом вот он меня уговаривал, наверное, минут 15. И так, и такую сумму тебе сделаю. И такую. Я ему уже говорю. Вы знаете, говорю, давайте не будем терять время. Ни вы, ни я. Не нужна мне эта страховка, говорю. Мне был месяц всего подарок, типа, и все. И то я лоханулась, потому что я думала, ну, блин, через месяц все пройдет. Страховка как бы не будет уже действовать. И не все. Когда он мне сказал, надо позвонить, думаю, блин, это мне теперь надо не забыть позвонить. И потом еще он меня будет уговаривать 100%. Так оно все и произошло. И вот он меня и так, и сяк. И сверху, и снизу, и сбоку. И я говорю, не... И я уже, знаете, сижу уже сама, думаю, в телефоне поковыряться. Я по нему разговариваю. Вот, чтобы он там болтал себе, болтал, а я занималась, чем хотела. И в конце он уже такой сам устал, говорит, ну, ладно, говорит, все. Что завтра тебе на почту придет оповещение, что ты, ты такой, знаете, типа, ты осталась без страховки. Ой, и смех, и грех. А еще, знаете, сегодня, что произошло-то? Мы сегодня включаем телевизор, и по телевизору у нас говорят о чем? Нет, не о вирусе. А у нас говорят по телевизору о том, что король, бывший король, ну, отец короля теперешнего, покидает Испанию. Это вообще... Я смех и грех над этой королевской семьей. Вот. Ой, она такая смешная, мне кажется, эта королевская... Вообще, король, он бывший, ну, отец теперь короля. Он такой, знаете, жил в свое удовольствие. Вот. Ни в чем себе, как говорится, не отказывал. Гулял по бабам. Направо, налево. Куда хотел. Королева там, типа, помалкивала в тряпочку, и все. Вот. Ездил там этих слонов, убивал. Вот. Потом, вот все, когда это все началось, то он каких-то слонов поехал в Африку убивать. Мандыкнулся, сломал себе бедро. Потом прощения у всех просил, типа, извините, я больше так не буду, слонов больше убивать не буду. Вот. Потом, значит, он что? Что он там еще-то наделал? А, и после этого он, значит, все, отказался от своего правления, скажет, ну, ему нафиг, пускай сын со всем этим разбирается. Вообще семейка странная. Зять у него, зять, наверное, да, это муж дочери-то, тот тоже воровал, воровал, наворовался, все, в тюрьму посадили. Не знаю, то ли сидит сейчас, то ли на общественных работах работает. Вот сегодня что-то читала, что, типа, где он работает, какой там, в общем, и это нашли корону. Вот. Дочка это куда-то там скрылась, чтобы ее никто не видел, ничего не слышал. В общем, да, вот я вообще не понимаю, знаете, короли, да, денег море, ездишь куда хочешь, делай, что хочешь, ешь, пей, все у тебя, как говорится, на руках. Куда еще воровать, зачем воровать, вот зачем? Все есть, ну вот все есть. Хочешь туда поехал, хочешь сюда поехал. Зачем воровать еще? Все, как говорится, тебя государство, граждане содержат, я в том числе, я же налоги плачу. Зачем воровать? Воруют, представляете. Вот сейчас, сегодня вот такая новость, типа, король покидает страну, ну, точнее, его, наверное, попросили покинуть страну, но официальные власти, типа, покидает страну. Я муж спрашиваю, говорю, что опять натворил-то? Он, говорит, добро, опять обворовался, наворовал много. И, наверное, чтобы все это, как говорится, сын от него уже отказался. В общем, сказал, что никаких привилегий он королевских не будет иметь, что пошел он нафиг, я с ним, как говорится. Ну, чтобы, знаете, на него, на сегодняшнего нашего короля не упала тень вот этого вот бессовестного папы, он от него, как говорится, ручки сложил, сказал, папа, ты иди куда хочешь. Вот сейчас вообще его отправляют, вроде бы, как должно быть лицо страны, а какое-то лицо помятое и, как бы, это, не того. И, в общем, его это, а, сняли с него все, с этого, с бывшего короля все вот эти привилегии. Деньги ему уже не платят. В общем, все. Не на нашем обеспечении он теперь находится, но, видимо, он столько наворовал, что мы по барабану. Где жить и как жить? И главное, что королеву это не касается. Королева находится на Пальме де Майорка. Пусть тебе приснится. Пальма де Майорка. Она там отдыхает, устала королева, отдыхает, пускай отдыхает. Она, типа, это ее не касается. Тоже королева вообще живет замечательно. С мужем вышла, сфоткалась, все, разошлись. Невестка ее особо не любит. У нас тут тоже по телевизору много раз ее. В общем, испанцы больше любят старую королеву, чем новую. Вот эту вот Летисию, которая вся вот везде, она вот вся такая, правильно, вся такая. Я говорю, когда их уже всех, вообще уже всех переправят куда-нибудь, говорю, нахрен они нужны, содержать их. Ну, правильно. Так что, вот видите, на одного содержать меньше будет. Там такие деньги, я вообще не понимаю, зачем этот король нужен. Так что, вот какие страсти бурлят. А вы говорите, корон, корон. Нет. Нет, сегодня все телевизоры только и говорят о том, что король покидает страну. Я говорю, выбрал тоже это время. Хотя он, наверное, не выбрал, ему выбрали. Так что, вот так вот какой-то король-то был, да. Шутливый. Какой. Любовница там у него, море по телевизору. Было как-то время, чуть ли не каждую неделю по новой выходила любовница. Бедная королева, мне даже ее было жалко. Я говорю, когда она успела детей-то родить. Ой, блин. Так что, вот так вот. Все, избавился от этого. Я так не люблю все эти вот звонки, потому что они начинают ля-ля-ля, тапа-ля. Вот позвонили тебе, сказали, не хочу страховку. Нет, они тру-ту-ту, тру-ту-ту на уши давят. А я такая, если сказала нет, значит нет. Все, ты хоть там обкакайся. Нет, вот они мне. Я ему уже говорю, говорю, давай уже не будем терять времени. Ну, 15 минут он поболтал со мной, как говорится. Не уговорил. Так что, вот так. Я вроде пробуждаюсь уже немного. Выпила кофейку, чашку кофе. Правда, сейчас сижу и думаю, время-то около 6. Я ее куда же выпью. А ночью я что буду делать? Потому что на меня кофе очень влияет. Ну, я вот такую капелюшечку выпила всего и все. Думаю, может быть, усну, надеюсь, что усну. Парилка у нас, парилка. Ладно, будем дальше. Ничего не деланием заниматься. Надела вот эти шлепки. Они у меня попердывают. Сейчас не хотят. И только они... В общем, вышла я уже в город. Сейчас пойду куплю себе лак. Вот. Зайду. Куда еще-то хотела. А, фруктовый магазин и в аптеку надо. Маски посмотреть. Мне вот эта маска нравится. Она такая легкая, удобная. И защищает более, чем вот это вот обычное хирургическое. Ну, по крайней мере, так написано. Поэтому спрошу. Так лучше. Вся в белом. Я сегодня вся в белом. А? Ну, я разбавила розовой сумкой. Так что... На моде я. На моде. Как я и думала, начинаю мозоль натирать. Но у меня есть бинтик. Бинтик, или как там его назвать-то? Я взяла специально. Знала же ведь. Да, да, да. Редактор субтитров. Но он, baja там. Я взяла пока, да. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Развернулась и пошла домой Буду отдыхать Я уже почти все смонтировала И как всегда забыла с вами попрощаться А без прощания Без досвидания Как так? Так нельзя Надо быть кулютерными Так что всего самого наилучшего Встретимся с вами завтра И всем пока-пока